Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники General Zero Hour, с вами канал Убляр ТВ. И прежде чем мы продолжим смотреть этот топовый реплей, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца, также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное, помните, только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. На ваших экранах карта Natural Zertz и Yusa Mirror с участием русскоязычного бойца из Украины The Gamer. Сыграет против зарубежного бойца, точно не знаю откуда мазан, но достаточно активный, скажем так, игрок General Zero Hour, играет часто и показывает очень хороший уровень игры. Самое примечательное, два американца и оба стартуют, два суплая и оба стартуют военный завод плюс барак, без всяких дропов, только представьте, именно такой Yusa Mirror. Но на самом деле карта располагает, карта огромная, многим известная, кто-то очень любит эту карту и она в любимом маппуле, но не все все-таки зрители знакомы, поэтому посмотрим, что на ней находится. Слева суплай, справа суплай, все стандартно, близко есть раз, вышечка каждому игроку, уже две и одна вышка на левом фланге. Все остальные ресурсы в центре это коробочки, все, больше на карте ресурсов нет, то есть большая, скажем не особо прям мега ресурсная, очень важно бороться за центральные позиции, но важно ли в Yusa Mirror это вопрос, потому что здесь чинуки умеют и на дальняк таскать. Но все же, пошел первый хаммер от The Game, а слева Firebase его встретит, поэтому не стал проходить на пролом, опасно, полностью согласен. И мы видим в центре хаммер от Mazen, причем ракетчик садится в дом. Но на самом деле хороший, очень вижный, ну и по пути можно цеплять вражеские хаммера, совершенно верно. Да, The Game уже принимает бой, три хаммера против одного, естественно нужно уезжать отсюда, такое ощущение, что у Mazen камера быстрее едут, но это не так, обманчиво. Уходит The Game, на правом фланге защиты никакой нет, слева тоже никаких фаербейсов не ставил игрок из Украины, но зато готовит дорогие друзья захваты, причем достаточно ранний захват на третьей минуте. Вообще, в Юсу Мирорах захвата мы можем увидеть из первой секунды, но тут как раз таки тактика, немножко другая это была со старта, и посмотрите, хороший бункер от The Game, и приходится синему бойцу отойти назад. Добавляется стратегический центр у нас от Mazen, что касается The Game, пока без, и как вкусно стали дозеры, ну нельзя так держать. Любой дроп и любая ерунда, и привет два строителя, дозер ханты, и тогда уже начинаются большие проблемы, тем более в такой раскладке, что ребята реально играли без каких-либо дропов, и здесь терять дозеры очень опасно. The Game готовится уже захватывать, что касается соперника, ну вот как раз таки приоритет был на стратегический центр, а не, на захваты, и проход справа, проход справа, The Game не защищается, чинуки пришлось увести, но хорошо, что смог их законтролить, и здесь как бы отреагировать ракетчики Mazen, плохо реагируют, но видать, вся-то надежда была убить Суплай, а не отреагировать на Эдхаммера, и как бы задача выполнена, минус целый Суплай. Но Флуат у бойца из Украины, 4К, и тут же контратак от The Game чуть-чуть пропустил, ой-ой-ой, какие потери, но как много здесь ракетчиков, да, во всяком случае The Game проходит, и два дозера еще у Mazen есть. Хаммер сам в себя бьет, неприятно, дал дамаг по себе, медичка далеко, ну и, кстати, Барбарду поставил стратегию Mazen, бьет пушка-хлопушка, на самом деле удивительно увидеть место Серча, но здесь пригодило, здесь реально пригодило, сейчас сразу же будет делаться Серч. Да, грамотно сыграл синий американец, но у The Game вторая вышка берется, да, и отстроился заново Суплай, экономически очень все выгодно, и ставится уже стратегический центр. Ну, знаете, Mazen'у нужно свое стратегическое центр как-то все-таки извлекать преимущество, надо идти вперед, пока у него есть преимущество в дальности юнида, их снарядов, естественно, The Game забирает домик здесь рейнджером, ну и так в наглую никто не даст захватить, естественно. Еще один Firebase, да, бьется вышка слева, The Game даже забирает себе, как мы видим, госпиталь, пехота будет теперь лечиться на ходу, неприметный бонус, но мало кто юзит, на самом деле, знаете, как полезно, особенно в юзу Мирора, когда по твоей пехоте дают, она еще и лечится, это очень классно. Справа опять заход одиночного хаммера, здесь видно еще одна вышка, захваченная, естественно, для Mazen'а видно, и чинуки-то надо отводить, но The Game есть чем защищаться, да. Да, высадка пошла, и просто вдавку великолепно The Game, но, слушайте, без потерь, шикарно разобрался, это не в пользу, синему американцу совсем не в пользу. И зеленый у нас юз оставит уже командный центр, но по разменам тючка в тючку, The Game чуть-чуть впереди, пока еще первые ранги. На самом деле, это редкость, друзья, увидеть вот такие затяжные бои на юзах, большая редкость, поэтому многим только в наслаждение, ну, лично мне точно, потому что действительно такой попадается редко. И увидеть вот этот контроль, боевку хаммерами, все вплоть до повышения, возможно, до вторичной экономики, это, конечно, на загляденье в юзах. Нет, ну, может быть, битвы с ботами, конечно, уже выглядят примерно так же, масс, спам и так далее, или битвы новичков, но вот битвы на более высоком уровне игры уже так обычно не выглядят. Но спасибо за это The Game и его сопернику. Тут все лазер-локи, но лазер-лока хаммер контролируется, Мазан опять теряет, The Game тоже вылавливается на лазер-лок, очень много пехоты. И просто бьется вышкой, чтобы соперник не захватил. Ну, все правильно, делают The Game, в принципе. А также параллельно лазер-лочен, боже мой, какой контроль, а, везде нужно отпомнить. Но мне кажется, Мазан здесь перебьет, но вышка-то утеряна, рейнджеров нигде нету, я хотел бы посмотреть, есть ли у Мазана захват, непонятно. Но у The Game одна вышка в активе. И ставится еще один барак, Бартон садится в хаммер, ох, еще один барак, в три барака The Game, нифига себе, экономика на спам. Но, возможно, немножко испугнуло то, что он здесь потерял большую армию, и теперь пойдет ответка. А ответка действительно идет, посмотрите. Синий американец прорывается по правому флангу, но здесь много хаммеров. Вопрос, сколько там в этих камерах ракетчиков, это вопрос дельный. Так, оба на серче, понятное дело. Ракетчики изи перебиваются, и Мазан также разводит, проходит налево, посмотрите. Но без лазер-локов The Game встречает, нет, навел все-таки. Я думаю, что в сумме минус два хаммера слева, и опять же армия, все та же правая армия пытается прорваться. И бьет вышку, кстати, нашел очень правильный выход. Но тут, да, вылавливает The Game, молодец. Дозер уже не страшно терять, а от чинучки не хотелось бы. И вышка уничтожена, все. Украинский боец лишается своего единственного сейчас преимущества, это вышки. Ну и как-то тут размены, да, просто размены, причем The Game похуже меняется. Но так как база близко, то можно всегда прийти на помощь. Да, Мазан молодец. Еще и раздавил ракетчиков, великолепно. Два хаммера живые, один с двумя лучками. Что касается синего американца, у него один дозер живой. Но на самом деле стоило бы задуматься и над постройкой командного центра, как это сделал The Game. Тем более, что здесь полковник Бартон. Великий шанс за дозер хантить и оставить своего соперника без дозера. Кстати, Мазан-то не делал полковника Бартона, я так понимаю. Да, The Game хитро очень бегает. И будет просто дозер хантить, все. Все. Это будут последние постройки синего американца. И, естественно, очень большой. А, ну вот только сейчас. А, это... Да, только сейчас решил строить КЦ. Ой, если еще и каркас заберется, это будет весело, конечно. А ну-ка. Так. 3 800 на счету Мазану. Так, все еще. 3 800. Осталось 5 секунд. Там замес в центре. Но мне интересно, отменен? Нет. И минус КЦ. Боже мой! Минус дозер и минус 2 косаря. Тут в центре опять небольшие размены. И Бартон сейчас, если будет мне улавливаться, он стоит. Он может еще забрать и военный завод. Тамагавки пошли у Юсу. Ого! Вот это интересно. И повышение. Да! Зе гейм теперь отличается от соперника тем, что он может запускать повышение. Ну, а соперник в свое время нет. И А10 бьет в никуда. Ну, тут камер сторожит. Бартон может забирать цуплай. Совершенно верно. Ну, и у Зе гейма все великолепно, друзья. И хороший спам на базе. Да, ресурсы чуть-чуть заканчиваются. Но у соперника то же самое. Ну, и в принципе теперь просто дефаться и все. Дефаться повышениями. Ждать двойную А10 забирать в завод. Снайпера, естественно, пошли. Зе гейм тоже взял снайперов, потому что была одна А10 и не двойная. Но снайпера здесь очень много решают. Все, Бартона убили. Совершенно верно. Не забываем, что у Мазана еще действует все-таки стратегический центр. И, конечно, ему нужно играть в атаке. Зе гейм продает эти два барака. Ему нужно полностью играть в атаке. По-другому никак. Время играет полностью на Зе гейму, у которого есть повышение. Да, и Зе гейм. Ну, знаете, на самом деле зачастую бывает так, что игроки уже расслабляются в такой момент. И, ну, пересиживать начинают в защите. И поэтому все-таки хотелось бы Зе гейму пожелать заниматься пересидкой. Тут суплай еще, кстати, в центре-то было. Вот так-то. То есть три суплайки какое-то время играл Мазан. Сейчас у него остается два. И от всей души желаю Зе гейму не засиживаться. Это может кончиться очень плохо. Мазан насильный спам. Экономика хорошая. Он добывает с центра. Так, ну и снайпера работают. И с одной и с другой стороны. Томагавки. Вот томагавки очень интересный вариант. Ведь будет дамажить, и будет дамажить очень больно, таким разводят войска. И теперь в упор-то не подойти. Посмотрите, как грамотно у нас играет синий американец, а. Но у зеленого могут и повышения в скором времени откатиться и ударить. Тем более, если еще получит черт и ранг. Удар придется сильнее. Так, опять бьет томагавк. Неприятно. Из коммеров, ребят, не высадится, потому что сразу работает. На пират томагавк минусуется Мазан не законтролил и устроился в одну линию. Ну что ж такое, великолепно The Game уловил момент. И посмотрите, казалось бы, пачка-то была реально слабее. И перебивается у соперника великолепно. Что у синего? Готовится новая армия. Ну и The Game очень близок к четвертому рангу. Там появится двойная А-10, которая закроет военный завод. И на этом игра по логике должна будет закончиться. Аврора! Хо-хо-хо-хо-хо! Нифига себе! Минус барак! Все, без снайперов, без ракетчиков. Спам остается Мазан. The Game выдумал! Airfield я даже не заметил! Ванильная Аврора. Мы в этой игре, дорогие друзья, много чего увидели с вами. Действительно много. И ванильную Аврору увидели со старта, такой интересный старт американцев. Да-да-да, и даже захват госпиталя великолепно. Ну и The Game тут, конечно, сейчас владеет полу-ситуацией. Аврора так и будет шпарить по зданиям. Убить можно электростанции, замедлить саму сопернику. Производство юнитов можно еще одну Аврору заказать. Убить стратегический центр, убить военный завод. В общем, The Game только убивать, по сути. Но он решает Аврорами бить по юнитам. Тоже приемлемо, но, конечно, она будет при хорошем контроле Мазан. Так, ну Хаммера тут с лучками. И Мазан опять сливается, но развозит своего соперника, пытается. И будет, наверное, попытка под фил пройти, нет? Нет, Мазан здесь... Но меняется почти равно. Все-таки, если сейчас The Game добьет, да, у The Game размен тут получше получился. И справа фланга давит синий, боже! Он уже насилует просто зеленого. Хотя, ну, преимущество действительно в пользу The Game здесь очевидно. И не сдается ведь. Самое главное, друзья, в генералах не сдаваться в таких моментах. И доигрывать. Стратегический центр бьется. Вот и пошла двойная А10. Я так понимаю, что это минус будет военный завод. А The Game что-то немножко растерялся. Теряет чинуки. Так, двойная А10 долетит ли? Или собьют? Это вопрос. Сейчас будет ответ. Да, минус все-таки военный завод. И все, Мазан без поддержки хаммеров. Последние хаммеры у него остались на карте. The Game на своей базе опять отбивается. Давайте почитаем. Мазан, в принципе, остается без хаммеров, без ракетчиков, без всего. У него осталось последние пять зданий. И ни одно не воспроизводит юниты. Мы видим армию пять хамвеев. Одна медичка есть. А чинуки пошли в бой тоже отвлекать. И это последняя армия надежды. Конечно же. Зависит все, как от контроля The Game. Ну, чинуки на себя весь огонь принимают. Как же грамоту сыграл Майзен. И посмотрите. Перебивает. Перебивает армию The Game. Серьезно. Осталось три хамвея. Один очень каленый. Снайперов нету в хаммерах. Поэтому есть шанс положиться на пехоту. Может быть, Аврора вылетит. Ну, два каленых насмерть просто здесь хамвея. Все, спама не будет. Оставшиеся ракетчики пошли вперед. Это называется все или ничего. И танк. Выходит танк. Боже мой. Минус хаммер. Надо давать The Game. Минус хаммер. Там халфаев дрон и медичка очень хорошо подоспела. А снайпер в камере есть. Так. Увидим еще хаммеры. Ой, точнее еще танки. Но до отката повышения далеко. Очень далеко. Вся пехота оставшаяся бежит. Просто вся. Майзен опять получает от танка. Так. Опасно. Хаммер берет две лычки. Ой-ой-ой. А, это танк был минус. Я аж испугался. И халфаев дрон тут бьет бедным медичком. Ну что ж, неужели все это блок для The Game? Такую игру упустил жестокую. Танк успел выйти. Вау. Красиво. Да, минус. Окей. Будем смотреть, что будет дальше. The Game мне сдается. Возможно, будет надеяться на откат повышений. Все-таки командный центр еще живой. Может быть в заказ. Но я не вижу, что здесь моргало. Обычно здесь моргает, когда заказ юнитов идет с филда. Но и денег есть две сто. Две пятьсот у The Game есть деньги на Аврору. А, стратегического центра нет. Какая Аврора? Ну хотя бы Раптора. Я не знаю, хоть что-то заказать. Полетел куда-то зеленый. Кстати, ракетчик есть еще в бункере. Ага, в центр добывать. Ну, можно есть захваты. Он будет захватывать базу The Game. Проблемы большие. И как по мне, ситуация, ну, на 99% уже безысходная. Посмотрим, конечно, что The Game придумает. Так, дозеры должны давить. Не давать перехватом. Хорошие дозеры. Последний рейнджер на карте, видать, остался у синего. Что он так отходит и не хочет рисковать. Так, дозер минус. Команда центра так и бьется. Команчи выходит. Опа, на. А вот это интересно. Минус рейнджер. А что, если The Game сейчас дождется повышений? И просто ударит двойной. А, 10 и попадет. В пятерочку. А? Команчи минус. Да, последний хамви это все, что осталось здесь. Но их нельзя ни в коем случае держать рядом. Потому что если повышение залетит, это будет ошибочно. The Game. The Game бьется, но там еще и ракетчики помогают. The Game на что-то рассчитывает. На что? Мне вот очень интересно. На что The Game рассчитывает? Да, это два... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успевает отойти в мазу. Он великолепен. Но, ласт хаммер. Ласт хаммер с одной лычкой получает 3 за уничтожение. Кэйц, боже. Если бы у него так и осталась Одна лычка, The Game успел бы продать The Game мог бы заточить И Каманчам Как тонко-то, ну все это победа Последний боевой юнит в игре Но The Game в последнее время прям Участвует, часто в топ реплеях Очень часто, и причем многие топ реплеи Вот прям на тоненького, да Ух Ну вот в двух последних тоненьких топ реплеях Он проигрывает Жесть, да, вышел Каманч, но три лычки Нет, это очень много Три лычки очень много, было бы одна лычковая Может быть еще как-то где-то Там потому что больше чем пол хп не оставалось Точнее не было у Хаммера Но последняя надежда The Game Нет, все-таки нет Я думаю, что если бы этот Хаммер не убил КЦ Возможно The Game победил бы очень тонко, дорогие друзья Ну что ж, спасибо большое игрокам За такой эпичный батл Опять же я вас прошу оставлять свои комментарии Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Не забывайте про группу ВКонтакте И Дискорд канал А я с вами не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок